6,5 миллионов рублей выделили из городского бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса. Средства пойдут на зарплаты сотрудников компаний, которые наиболее пострадали во время пандемии коронавируса и введения ограничительных мер. Кроме того, предприниматели смогут воспользоваться отсрочкой по оплате аренды или вовсе от нее освободиться. Еще одна мера поддержки – снижение налогов. Первое, что мы сделали, мы снизили корректирующий коэффициент базовой доходности К2. Он влияет у нас на налоги, связанные с единым налогом на обмененный доход. В результате у нас порядка 100 субъектов малого и среднего предпринимательства смогли сэкономить в этом году 3,5 миллиона рублей. Также мы снизили 20% земельный налог. Это порядка 200 субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате этих проведенных мероприятий у нас затратную часть смогут снизить на 15 миллионов рублей. Бизнесменов поддерживает и областное правительство. Власти разработали ряд программ. Например, с 1 июля и до конца года действует льготное микрофинансирование, по которому предприниматели могут получить до 5 миллионов на срок до двух лет. Можно воспользоваться и субсидией для проведения профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Этот вид помощи действует для организаций, чья деятельность предусматривает непосредственный контакт с людьми. Например, физкультурно-оздоровительная сфера, гостиничный бизнес, общественное питание. Также предусмотрены налоговые льготы и отсрочки по платежам. По федеральным программам, наиболее востребованными мерами стали субсидии на поддержку занятости и неотложные нужды в размере более 12 тысяч рублей на одного сотрудника. Спросом у предпринимателей во время ограничительных мер пользовались программы льготного кредитования под 0% и займы на возобновление деятельности под 2%. Уже одобрили кредиты почти на 9,5 миллиардов рублей. Если бизнесмен сохранит штат сотрудников до 1 апреля 2021 года, то деньги можно не возвращать. Этот продукт продолжает действовать, поэтому предприниматели и сейчас могут подать документы. И по инициативе президента дополнительно были расширены, направлены дополнительные 100 миллиардов именно на реализацию этого кредитного продукта. И лимиты банкам были увеличены, поэтому практически все крупные банки и все банки, такие известные в регионе, нет никакой проблемы для того, чтобы обратиться в любом населенном пункте. По федеральным программам наиболее востребованными мерами стали субсидии на поддержку занятости и неотложные нужды в размере более 12 тысяч рублей на одного сотрудника. Спросом у предпринимателей во время ограничительных мер пользовались программы льготного кредитования под 0% и займы на поддержку занятости под 2%. Уже одобрили кредиты на 9,5 миллиардов рублей. Если бизнесмен сохранит штат сотрудников до 1 апреля 2021 года, то деньги можно не возвращать. Для поддержки и консультации предпринимателей работает горячая линия, телефон которой указан на экране. Елена Малютина, Максим Гусев, События.